Здравствуйте! В эфире итоговая информационная программа. О событиях этой недели вам расскажут наши авторы и я, Алена Куколева. Смотрите в этом выпуске. Визит недели. Главный по ЖКХ разобрался с жалобами рязанцев. Цирковое представление рязанцы увидят только в следующем году. После пожара цирк планируют открыть в сентябре 2016 года. Город воинской доблести. Вслед за городами Скопин и Михайлов высокой звания получила и Рязань. Путину направлена петиция с просьбой остановить разрушение рязанского вне иконеводства. На месте событий побывала наша съемочная группа. Рязани присвоено звание «Город воинской доблести». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Ковалев. Почетное звание присвоено за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные при защите города в годы Великой Отечественной войны. Официальные мероприятия, посвященные этому событию, в Рязани пройдут с 25 ноября по 9 декабря. В нашем городе пройдет целый ряд мероприятий, посвященных присвоению Рязани почетного звания Рязанской области «Город воинской доблести». План был озвучен сегодня в город администрации. В целях информирования рязанцев о предстоящем присвоении нашему городу, теперь уже состоявшемся присвоении нашему городу почетного звания, подготовленных ролик для трансляции на видеоэкранах города, информация сегодня будет размещена на сайте правительства, на сайте городской администрации, на сайтах всех учреждений социальной сферы и предприятий города Рязани. Готовятся и уже в средствах массовой информации, печатаются и показываются на телевидении видеоматериалы и публикации о ветеранах Великой Отечественной войны и участниках событий при фронтовой Рязани. В Рязани будут проходить тематические выставки, встречи с ветеранами и патриотические акции. Кроме того, в честь знаменательного события 3 декабря на базе кинотеатра «Октябрь» планируется провести кинофестиваль под названием «Я помню». Хотелось бы остановиться на общегородском военно-патриотическом квесте в городе Рубы. В этом квесте будет принимать участие около 640-50 учащихся школы, будет 30 команд у 16 человек, а все они соберутся в парке Центральной партии «Октябрь». Памятные торжества пройдут по всему городу. Одним из наиболее значимых станет возложение цветов и гирлянды к Мемориалу Победы 5 декабря. Церемония будет посвящена 74-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских в битве под Москвой. В этот же день у Рязанской филармонии развернется историческая инсталляция на тему «Рязань прифронтовая». Театральные и молодежные концерты, тематические вечера, школьные спектакли – это далеко не весь список. Уже полюбившаяся рязанцам акция «Городской автобус на военную тематику» будет проходить 4 и 5 декабря. Ну и приятным дополнением ко всему перечисленному станет поздравление каждого рязанца с помощью СМС-рассылки со столь знаменательным для всего города событием. 5 декабря, в день учения почетной грамоты, каждый рязанец положит поздравление и своему городу звание «Городской доблести». Ну а узнать более подробную информацию о датах и времени проведения мероприятий вы сможете на сайте администрации и на всех городских информресурсах. Визит недели. В рамках рабочей поездки главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис осмотрел в Рязани подлежащий расстелению аварийный фонд и дома после капитального ремонта. Чтобы убедиться в качестве проведенных работ, инспектор пообщался с жильцами, а также лично поднялся на новую крышу отремонтированного дома. Вчера в Рязань с рабочим визитом прибыл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис. В рамках поездки он провел совещание по вопросу передачи в концессию имущества систем водоснабжения и водоотведения города. Открывая заседание, Андрей Чибис выразил мнение, что концессия является спасением для Рязанского водоканала. Он также добавил, что сейчас в России уже работают 535 концессий. В рамках визита в Рязань замминистра также посетил 9-квартирный аварийный дом номер 32 на улице Радищева, который расселят до 1 января 2016 года. И побывал в новом доме номер 90, корпус 1 на улице Большой, построенном как раз для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Лично побеседовав с жильцами на Радищево, Андрей Чибис убедился, что табличка о расселении дома появилась на фасаде уже давно. И все в доме знают, куда они переедут из подлежащего сносу здания. Самона, ламинатом, все от и до. Илюстры у меня даже были. Это мне строители подарили. Здесь все квартиры. Я не могу вам сказать. Не могу. Я получила на ветки фонда. И довольна очень, конечно, нашим, как говорится, мэром города, как говорится, кладем. Молодец, спасибо. Также замминистра строительства и ЖКХ посетил дом номер 9 по улице Циолковского, крышу и фасады которого капитально отремонтировали летом. Чтобы убедиться в добросовенности проведенных работ, Чибис пообщался с жильцами, а также лично поднялся на новую крышу вместе с региональным министром ТЭК и ЖКХ Валерием Матюхиным, начальником региональной госжилинспекции Иваном Мироновым и генеральным директором фонда капремонта Игорем Квышниным. В Рязанской области в части реализации этой программы у нас претензий нет. Более того, темпы очень неплохие и показатели по прошлому году. И темпы этого года свидетельствуют о том, что программа будет выполнена в установленный срок. По крайней мере, я на это надеюсь. Мы с вами сможем зафиксировать результаты по итогам этого года сразу после новогодних праздников. Подводя итоги, Андрей Чибис похвалил Рязанскую область за качество работы, назвал регион одним из лучших в стране по реализации госпрограммы расселения из аварийного жилья. Роман Дворецков, Денис Беляев, телекомпания «Город». В каждом районе должен быть сформирован необходимый резерв на случай аварии в ЖКХ. Такое заявление губернатор Олег Ковалев сделал 24 ноября. Аварийные ситуации на объектах жилищно-коммунального хозяйства, такие как порывы теплотрасс или водопроводных труб, губернатор назвал проблемой особенно болезненной для населения. По его словам, для того, чтобы такие ситуации минимизировать и иметь возможность оперативных устранять, в муниципальных образованиях следует создать запас материалов и оборудования, которые требуются для проведения ремонтных работ. Два-три насоса, значит, там две-три тонны труб различного диаметра, значит, и с десяток задвижек запорной арматуры, значит, они позволят быстро реагировать на возникающие ситуации аварийные, и быстро их устранять, с тем, чтобы люди меньше чувствовали неудобств от того, что у них вдруг воды нет или там что-то случилось с теплотрассой. Поэтому я прошу проработать в этом вопросе. Шаукат Габбулхатович и Матюхину, значит, необходимо подготовить и внести предложение сюда по нормированию этих резервов, которые должны быть на случай аварийной ситуации. Надо изменить эти нормативные акты, давайте мы их поменяем. Потому что я, например, все время обращаю на это внимание, и региональный резерв мы создаем, и он у нас есть. Но муниципалитеты должны тоже этим заниматься. Это совершенно небольшие деньги. Острый вопрос о передаче в концессионное управление муниципального предприятия «Водоканал» снова был поднят в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Мнения звучали разные, в том числе и критические по отношению к возможной передаче его в частные руки. Немало споров вызвал вопрос передачи в концессионное управление Рязанского водоканала. К чему это приведет? Законно ли это? Как все будет происходить? И не будет ли хуже? Ведь «Водоканал» – стратегически важный объект. Предложение о концессионном соглашении появилось из-за необходимости модернизации водопроводных сетей и всего хозяйственного комплекса, а также погашения долгов предприятия. По результатам прогнозов, к началу следующего года они составят почти 400 миллионов рублей. В Рязани состоялось расширенное заседание рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального отделения Общероссийского народного фронта. Члены регионального штаба и приглашенные общественники попытались взвесить за и против. Каждый из участников выразил свое мнение. Председатель Рязанского областного отделения Общероссийской общественной организации опоры России Людмила Кибальникова выразила опасения по этому вопросу. По мнению экспертов этого отделения, Рязанский водоканал был прибыльным предприятием, но по непонятной причине в очень короткий срок стал убыточным. Мы сейчас в Рязани находимся на предельных тарифах за коммунальные платежи. Потому что если грубо обобщить факты, то сейчас во время отопительного сезона средняя коммунальная квартира оплата расходов по коммуналке составляет где-то в пределах 9 тысяч. Если объективно смотреть на факты и с другой стороны на чашу весов положить, что средняя зарплата у нас век 15 тысяч у женщин, 25 тысяч у мужчин, то 9 тысяч является уже предельной нагрузкой в плане коммунальных платежей. И мы считаем, что вот эти изменения они приведут к галлопирующему росту тарифов. Как неоднократно отмечают чиновники, продвигающие идеи концессии, тарифная политика в стране определяется государством. Федеральная служба по тарифам устанавливает для каждого региона свои лимиты. А последующий расчет делает региональная энергетическая комиссия. Влиять на это не может никто, ни городские власти, ни тем более компания-оператор. По поводу же того, чье именно управление эффективней, член регионального штаба ОНФ, президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева заявила, что передача в концессию как раз мероприятие прибыльное. В качестве примера привела ситуацию с хлебозаводами. Пришел частный инвестор, модернизировал пятый завод, и пятый завод по 19 рублей. Во все районы области поставляет хлеб. А третий, он хороший завод, мы с ним дружим до сих пор, все там, люди хорошие. Но оставшись с таким оборудованием, у него себестоимость хлеба 24 рубля. Вот хорошо мы сделали, плохо, что тормознули. Вот это предприятие сильное, и управление там, пардон, муниципальное. Людмила Кибальникова акцентировала внимание собравшихся на том, что для принятия решения слишком мало информации, поэтому нельзя торопиться и рисковать. Речь шла о принятии специального документа, в котором предложено прописать все условия перехода на концессию. Чтобы принять наиболее взвешенные решения, участники совещания предложили организовывать народные встречи, чтобы узнать, что по этому поводу думают сами рязанцы. Ольга Харламова, Денис Беляев, телекомпания «Город». Про происшествия. В среду днем рязанская полиция оцепила участок на улице Есенина, где в районе уличной ярмарки нашли бесхозную сумку. На месте события побывала и наша съемочная группа. Бесхозная сумка в центре города стала причиной оперативного приезда всех спецслужб. На данный момент времени, а сейчас час дня, уже известно, что это не учение. Сообщение о том, что на пересечении улицы Есенина и Радищева на обочине дороги оставлена бесхозная женская сумка, поступило в полицию в среду примерно в 11.30 дня от очевидцев. Первыми на место прибыли пожарные и полицейские, которые незамедлительно оцепили прохожую часть. Специалисты не сочли необходимым прерывать автомобильное движение, и транспорт двигался в обычном потоке. Затем приехали взрывотехники-кинологи. Овчарка обнюхала подозрительный предмет со всех сторон, но не подала сигнал тревоги. Паники среди прохожих не возникло, поблизости продолжала работать уличная ярмарка. При обследовании подозрительной сумки ничего опасного обнаружено не было. Как выяснилось позже, в бесхозной сумке обнаружили документы. Они могут принадлежать женщине, которую накануне госпитализировали в больницу, и в спешке сумку просто забыли на улице. Сотрудники полиции выражают рязанцам благодарность за бдительность и просят соблюдать спокойствие и выдержку. Вместе с тем стоит упомянуть о том, что имеет место случай из-за ведома ложного сообщения об актах терроризма. Напоминаем, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы. В тот же день вечером в Рязани горел ремонтирующийся цирк. Центр города был задымлен, тушение огня продолжалось 3 часа. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Напомним, здание цирка в марте было закрыто на капремонт. На месте ЧП побывал Иван Крестьянинов. И снова Рязань взбудоражила новость о пожаре. На этот раз горел купол рязанского цирка. В учреждении уже несколько месяцев проходит капитальный ремонт. Примечательно, что закончится он должен был буквально через неделю. Возгорание произошло 25 ноября. После обеда загорелся кровельный материал. Сосредоточены силы и средства по повышенному рангу третьему. 16 единиц техники и 45 человек личного состава. Пострадавших предварительно нет. Причины возгорания устанавливаются. Чтобы добраться до очага возгорания, пожарным пришлось вскрывать крышу здания. Для чего использовались болгарки и другие инструменты. Ориентироваться в условиях сильного задымления огнеборцам помогал квадрокоптер. В 16.53 в МЧС объявили о локализации возгорания, а в 18.35 уже о его ликвидации. Поврежденная огнем площадь составляет 300 квадратных метров. Официальная причина пожара будет опубликована позже. Но по предварительным данным произошло возгорание утеплителей металлической кровли. Директор цирка утверждает, что утеплитель был сертифицирован. В свою очередь злые языки говорят о поджоге. Но эта информация пока что не подтверждается. Велись работы по примыканию мягкой кровли к металлической. Естественно, там используется горелка. Видно, где-то неаккуратно кто-то из рабочих зацепил утеплитель. Потихонечку начало тлеть. Температуру набирает. Но при температуре у нас возгорается практически все. Пострадавших нет. Животных сотрудников цирка во время пожара в здании не было. Сергей Казаков пообещал, что после ремонта он обязательно откроется. А поврежденную часть купола могут отремонтировать за счет генподрядчика. Откроемся. Ну, естественно, не в декабре. Дело даже не в пожаре. Были проблемы с определенным финансированием. Откроемся. Цирк от этого, сам цирк от этого, что сейчас произошло, не пострадал. Пострадать не мог, потому что купол он бетонный. Это вот сверху только от кровли. Ну, кровлю, постель от новую. Иван Крестьянинов, Артем Бухвалов, телекомпания «Город». Автолюбители и активные пользователи одной из социальных сетей провели акцию против плохого освещения дорог и пешеходных переходов. По мнению рязанских автомобилистов, новые диодные фонари, недавно установленные в городе, не дают необходимого для безопасной езды освещения. Подробнее об акции смотрите в следующем сюжете. Активисты группы подслушного водителя Рязани провели акцию против плохого освещения дорог и пешеходных переходов. Об этой проблеме не только они говорили уже неоднократно, но, увы, она так и не решается. Они, как настоящие воины света, вышли сегодня на борьбу против тьмы. Основная цель сегодняшней акции, чтобы улицы нашего города были хорошо освещены. И чтобы аварий, которые были из-за плохой видимости, больше не было. Идея этой акции пришла нам достаточно-таки спонтанно. Наверное, после одного из громких происшествий на улице Интернациональной, когда водитель управляет транспортным средством на пешеходном переходе, ввиду плохой видимости совершил наезд на пешехода. Очень жаль, что городские власти не обращают должным образом внимания на освещение, в первую очередь, пешеходных переходов. Установили современные фонари. Все хорошо. Внешне очень красивые, не спорим. Но света от них абсолютно никакого. Тем более, в такую погоду практически ничего не видно. С учетом грязи, которая летит постоянно в лобовое стекло. Фонари, которые недавно установили по всему городу, не предназначены для освещения больших участков дорог и проезжей части. Это уже поняли и в правоохранительных органах. Но пока чиновники разбираются, кто виноват и что делать, рязанцы по-прежнему рискуют своей жизнью, переходя такие дороги, как возле спортивного комплекса «Золотые купола». У нас действительно в городе очень большая проблема с освещением обстоит. Причем надо делать не комплексное освещение, нужно делать так же, выделять остановочные пункты, надо подсвечивать сильнее, надо подсвечивать сильнее пешеходные переходы. В связи с этим, я думаю, что у нас все-таки меньше станет количества жертв, в ДТП, потому что в данный момент, в этом месяце, это актуально как никогда. Я надеюсь на то, что данной акцией мы наконец-то сможем показать нашей администрации города о том, что проблема очень действительно большая. И я думаю, что что-то изменится. Блогеры проводят такую акцию не в первый раз. Говорят, что если власти города наконец-то не решат эту проблему, активисты будут и дальше организовывать такие мероприятия. Возможно, даже это уже будет автопробег против неосвещенных дорог. Ольга Харламова, телекомпания «Город». Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института коневодства организовали сбор подписей с целью спасти конезавод и его обитателей. Дело в том, что манеж, на котором еще несколько лет назад тренировались десятки спортсменов, закрыли. Лошади попросту простаивают без дела. На просьбу о помощи отреагировало почти три тысячи человек. Иван Крестьянинов разбирался в чем дело. Во Всероссийском научно-исследовательском институте коневодства вновь неспокойно. Буквально недавно там, после жалоб в администрацию президента, прошла прокурорская проверка. А теперь в интернете началась кампания по сбору подписей на имя главы государства с просьбой остановить разрушение в НИИК и прекратить издевательство над людьми. На сегодняшний день, вот с ноября месяца, так как мы перешли уже на зимний период, манеж института коневодства закрыт на ремонт по надуманным причинам. Якобы он аварийный, но на самом деле это не так. Лариса Борисова, это она написала эмоциональное воззвание. Показывает нам призы и медали, полученные ее учениками на международных соревнованиях. Тренер высшей категории, кандидат биологических наук и международный судья. Она уже не первый десяток лет готовит чемпионов. Но последние годы, признается, работать стало невозможно. Конфликт с руководством института возник у нее давно. Но последней каплей терпения стало закрытие для тренировок крытого манежа. Ну в первую очередь мы бы хотели добиться, чтобы нам разрешили заниматься. Нам, нашим детям. Потому что в настоящее время наши лошади теряют кондиции свои спортивные. А уже в начале декабря у нас соревнования. Манеж закрыт под предлогом, что там проводятся ремонтные работы. Внезапно, недавно отреставрированное здание стало аварийным. Для порядка в манеже установлены строительные леса. Но на момент приезда нашей съемочной группы, людей, работавших на них, мы не обнаружили. Впрочем, как говорит Лариса, здесь их и не было. Как рассказывает тренер, так и во всем. Такое ощущение, что у руководства института развернута с ними настоящая война. И театр военных действий расширяется с каждым годом. Вот только как это сказывается на работе учреждения, может рассказать московский тренер. Это ничто здесь уже не устраивает. И дети были, и дети разбегаются. Ездить практически негде. Заниматься невозможно. Секции существуют только на словах. Ставка тренера тоже есть. Никто не использует. Поэтому все очень грустно и скучно. И скоро совсем, наверное, ничего не останется. Потому что детей и так в спорте нет. Если обратиться к цифрам, то до 2001 года в НИИ коневодство занималось более 50 человек. Четыре года назад их количество составляло уже 20 человек. Сейчас желающих тренироваться в таких условиях осталось четверо. В настоящее время дети сотрудников института, желающие заниматься конным спортом, ну просто лишены этой возможности. Закрыты пони-клуб и спортивная секция. Мы просили руководства института объяснить происходящее. Но наши вопросы так и остались без ответов. Тем временем петицию Ларисы Борисовой всего за неделю подписали более 2,5 тысяч человек. Иван Крестьянин, Денис Беляев, телекомпания «Город». Выражение «спортивное голубеводство» вошло во пехот не так давно. А потому особенно приятно, когда чемпионами в этом виде спорта становятся наши земляки. Недавно житель Спаска Александр Мелешкин занял первое место в спортивных сестязаниях почтовых голубей. Его птица преодолела 720 километров от города в Ростовской области до родного дома. Наша съемочная группа лично убедилась, что чемпион чувствует себя прекрасно. А у заводчика еще немало планов на стальную голубиную команду. Сейчас в крылатой эскадрилле Александра Мелешкина 170 голубей. В этом пернатом семействе он безошибочно ориентируется, кто чей родственник – кум или потомок. Внук поляка, польского голубя. Параметры у него хорошие. Номер чемпиона этого сезона – 124-17. Родовое кольцо – ничто иное, как паспорт каждой спортивной птицы. Это мой вводной голубь, который вывелся у меня. Отец его жив и сейчас, а мать ястреб сбил. На лапке каждого спортсмена электронный браслет. Как только птица касается клетки, оборудованной специальными датчиками, эта информация тут же поступает на компьютер, который фиксирует точное время финиша и определяет скорость полета. Это вот прилетник спортивных голубей. Вот так они, вот здесь они заходят. Вот сюда я вставляю прилетную доску «Таурос». И вот он касается прилетной доски и время отбивается. А приучить птицу без лишних виражей садиться куда следует, не теряя лишней секунды, уже отдельное искусство. Александр несколько лет потратил на отбраковку, подбор маха, имбридинг и прочие тонкости, позволяющие выращивать голубей чемпионов. Вот голубь, который занял первое место с Камерства-Шахтинска, 700 километров, в 6 утра его выпустили. Ну не его, а всех голубей выпустили. В 16.44 он уже был дома. Вычислили скорость, что он летел 54 километра в час. Качество голубя должно быть, чтобы он летел домой. Он должен умереть, но прилететь домой. О своих питомцах Александр Милешкин рассказывает так, будто каждый из них сложнейший пилотируемый объект. Если у человека глаза, зеркало души, то у птицы это определитель дальности полета. С полным кольцом это идеален для разведения. С половинчатым кольцом идеален для полетов. И все вот эти глаза под номерами. При рождении он получает магнитное поле, где он родился. В глазу у него есть навигационный кристалл. Это уже потом обнаружили, что на ноздрях у него есть магнитные чешуйки. Американцы делали исследования, вставляли в глаза контактные линзы. Он видит черная это земля, белое это небо. Ну думали, по каким-то там ориентирам летит. Столбовые, серпастые, сиреневые, красные с первого раза не разобраться. Да и райдер у птичек, как у самых настоящих спортсменов. Раз в неделю купания, каждый день новый рацион, витамины и тренировки по расписанию. Ближайший клуб по спортивному голубеводству находится в Олексине. Туда в субботу привозят голубей, регистрируют и в голубевозе отправляют на дистанцию. Вот голубь тоже 13-го года, как и мой чемпион. Он хорошо отлетал, но пока места особых не занял, но в зачетах попадает хорошо. На этот раз из 18 голубей Александра все вернулись домой, а 6 еще и попали в десятку лучших. Пожалуй, только один наш вопрос поставил заводчика в тупик. Как он запоминает всю эту пернатую команду? Но они в лицо все разные. Остается только пожелать Александру Мелешкину удачи, а его птичкам терпения. Олеся Харлина, Михаил Лазуткин и Спаска специально для телекомпании «Город». Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших вам выходных. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым бутиком «Галерея Новведенской». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова